Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Уроженцы Западной Армении Овсеп Овсепян. Вопросы армян Западной Армении. Армения вновь обратилась в Гаасский суд по вопросу установки незаконного азербайджанского КПП. Основным фактором, сдерживающим из дистанциальной угрозы со стороны Азербайджана, является армия обороны, выполняющая функцию самообороны и состоящая исключительно из граждан Республики Арцах. Союз воинов-освободители Арцаха. Восминистр Соединенного Королевства по вопросу Европы почтил память жертв геноцида. Неприемлемые и незаконны в первую очередь действия и заявления самой Республики Армения по признанию Арцаха в составе Азербайджана. Артак Бегларян. 22 мая, 99 лет, со дня рождения Шарля Азнавура. Уроженцы Западной Армении Офсеп Офсепян. Офсеп Офсепян – член армянского народного движения, командир воина-освободителя Асала и Арцаха, близкий друг Монте Малкуняна. Офсеп Офсепян сражался с Леонидом Азгалдяном в освободительной армии, в становлении которой сыграл важную роль, участвовал в других боях по освобождению Карвачара. Во время первого посещения Арцаха Офсеп Офсепян пишет «Впервые я посетила Арцах с Леонидом Азгалдяном в 1990 году. Нашей целью было создание национально-освободительной армии, этот визит имел задачу вербовки добровольцев. Небольшие боевые группировки уже были сформированы, но вера в режим, в Горбачевскую перестройку была еще сильна. Именно поэтому многие относились к нам с недоверием, не веря в собственные силы в победу. Несмотря на это, в суровых зимних условиях, будучи в лесу, мы с Леонидом основали военный лагерь, приняв участие в освобождении 27 населенных пунктов Мартуни, Гатруда, Мартакерта, Арцаха. Как только на каком-либо из фронтов ситуация обострялась, становилась роковой, к нам обращались за помощью. Полная статья доступна на нашем сайте. Продолжаем представлять факты вандализма в отношении нашего культурного наследия. Недавно Министерство образования, науки, культуры и спорта Арцаха распространило заявление, согласно которому историко-культурные памятники, являющиеся свидетелями нашей многовековой истории, подвергались набегам и нагнетанию со стороны врага. К сожалению, 44-дневная война также нанесла большой удар историко-культурному наследию Арцаха. До 2020 года в Арцахе было более 4 тысяч сертифицированных памятников. Сегодня около 2 тысяч из них остались на оккупированных Азербайджанах территории, в том числе около 169 церквей, монастырских комплексов и часовиц. Под контроль врага перешли наши историко-культурные заповедники. После военных действий враг не упускает случая уничтожить и исказить наше историко-культурное наследие, которое является доказательством нашей идентичности. Сегодня мы сталкиваемся с потерей нашего исторического ландшафта, что также является серьезным вызовом. Правительство Западной Армении продолжит борьбу на международной арене, представляя факты вандализма, совершенного врагом в отношении нашего культурного наследия. Но прежде всего, наши историко-культурные памятники нуждаются в защите и заботе каждого из нас. Мы просто обязаны передать дошедшее до нас на протяжении веков историко-культурное наследие, как свидетельство нашей истории и идентичности следующим поколениям. После установления контрольно-пропускного пункта на дороге Армении-Арцах, Армения уже во второй раз обращается в Международный суд ООН. Об этом сообщает Арачин Лурер АЭМ. Ереван ожидает, что Агаакский суд применит к Баку промежуточную меру, потребовав обеспечения беспрепятственного движения по Бердзорскому коридору до вынесения окончательного решения по иску Армении. Офис представителя Армении по международным правовым вопросам поднял вопрос об безответственности Баку также в Европейском суде по правам человека. Баку не только не выполняет промежуточные решения суда ООН, но и игнорирует и решения ЕСЭПЧ. Армянская сторона представила этот факт комитету министров Совета Европы, органу контролирующему исполнение решений. Правительство Западной Армении на основании адресованных ему заявлений жалоб беженцев из Шуши при усилии президента Армена Кабрамяна уже начало судебный процесс против властей Баку. Первые заявления были зарегистрированы Европейским судом по правам человека. В ответ на публикации угрозы демилитаризации Арцаха в информационном поле Баку, Союз воинов-освободителей Арцаха выступил с заявлением. В последние дни в информационном поле азербайджанских властей вновь звучат призывы и ультиматумы о военной агрессии против народа Арцаха и о разоружении армии обороны Арцаха. Судя по всему, информационная атака азербайджанская пропагандистская машина пытается подготовить почву для очередной агрессии против народа Арцаха, которая мотивируется необходимостью защиты якобы азербайджанского населения на оккупированных территориях Арцаха. Констатирую, что в создавшейся в результате войны 2020 года военной политической ситуации и особенно в условиях блокады, Баку продолжает представлять нарастающую экзистенциальную угрозу для народа Арцаха быстрыми темпами милитаризируют оккупированные территории Республики Арцах, приращая их в полигон, подчеркиваем, что основным фактором, сдерживающим эти угрозы, является армия обороны Республики Арцах, выполняющая функцию самобороны и стоящая исключительно из граждан Республики Арцах. Властям Баку хорошо известно, что армия обороны, сформированная в войне 1990-х годов, реализовала бесспорное право на самоборону собственного народа, закрепленное основополагающими документами международного права. Осуществляя право на самоборону, Нагорно-Карабахская Республика защитила жизнь, право на самопределение, свободу и независимость каждого гражданина. Союз воинов-освободителей Арцаха подчеркивает, любое требование разрушить армию обороны неприемлемо и незаконно. И Союз, и весь народ Арцаха поддерживают армию обороны. Заявляем, что единственным источником нестабильности в регионе являются вооруженные силы Азербайджана, которые часто привлекают к военным операциям террористов и наемников, а также нарушают все нормы международного гуманитарного права. Мы ожидаем, что для обеспечения мира в регионе международное сообщество предпринято активные шаги под предотвращением агрессивной милитаризации Баку и дальнейших террорических актов. Правительство Западной Армении еще раз заявляет, что Арцах является частью Республики Западной Армении, которая является преемницей государства Армении по госсану Бара. За ее защиту в ответе президент Республики Западной Армении Армена Кабра Армян, правительство и более 40 миллионов коренных армян, которые в ожидании политического разрешения вопроса также готовы любым способом обороны добиться освобождения и объединения своих территорий. Госминистр Соединенного Королевства по вопросам Европы Лео Докерти посетил мемориальный комплекс Титернакаберт и почтил память жергиноцида, совершенного против армян. Докерти возложил венок к мемориальному комплексу, а также возложил цветы к вечному огню, увековечивающему память жергиноцида, совершенного против армян. Советник государственного министра Республики Арцах Артак Бегларян представил некоторые соображения относительно тенденции признания Армении территориальной целостности Азербайджана и отрывок из последнего заявления председателя Европейского совета Шарля Мишеля, касающегося Арцаха. В сообщении на странице советника госминистра в Facebook, в частности, говорится, любой документ и заявление, признающие Арцах в составе Азербайджана, крайне неприемлемые, о чем неоднократно заявляли власти Республики Арцах в различных формулировках на уровне президента Национального собрания Совета безопасности и Министерства иностранных дел. Это неприемлемо. Народ Арцаха осуществил свое неотъемлемое право на самоопределение в 1991 году на основе основополагающих документов международного права, Устав ООН, Международные пакты ООН в правах, Хельсинский заключительный акт. Считается обязательной нормой в международном праве, а в последующие годы защищать его и доказывать свою волю и способность к суверенитету. Хотя Республика Арцах не была полностью признана международным сообществом, факт ее независимости был принят как реальность, а ее статус был признан на международном уровне как статус спорной и оспариваемой территории. Главным субъектом любого решения о статусе и будущем Арцаха является народ Арцаха. Остальные крупные и малые игроки имеют право озвучивать только свои позиции, но решать за народ Арцаха и превращать Арцах в объект торговли. Следовательно, игнорирование пройденного пути прав и серьезнейших, и экзистенциальных опасностей коренного и титулованного народа Арцаха – просто международное преступление. Одной из очередных ловушек и ложных доводов Азербайджана является тезис о самодержавной преемственности советских границ, на основе которого развернулись процессы последнего периода взаимного признания территориальной ценности Армении и Азербайджана. Административно-территориальное давление СССР не могло стать государственной границей по логике международного правового принципа. Даже Азербайджан на самом высоком уровне отвергал непрерывный советский границ, когда Верховный Совет этой страны 1991 года с принятой Декларацией о восстановлении государственной независимости Азербайджана и Конституционным актом о восстановлении государственной независимости Азербайджана Азербайджан отказался от правоприемства советского Азербайджана и объявил себя правоприемником существующей Азербайджанской демократической республики. Полное заявление Артака Бегларяна доступно на нашем сайте. Известный певец, композитор, поэт, актер, национальный герой Армении, славный сын западной Армении Шарль Азнавур пел о человеческих эмоциях, самых заветных чувствах человечества, любви и родины. 22 мая шансоне исполнилось 99 лет. Отец Шарля Азнавура, настоящее имя Шарля Вагинак Азнавурян, Миша, родился в городе Ахалцихы, Джавахка. Мама в городе Измир, оккупированной Западной Армении. Семья Шарля была тесно связана с национальными обычаями, родным языком и церковью. С детства интересовался искусством, посещал театральную школу, чтобы помочь родителям юный шар, выступал в небольших спектаклях, пел в церкви. В 1946 году он познакомился с известной певицей Эдит Пиаф, после чего принял участие в турне. После выступления в парижском концертном зале «Амлимпия» в 1959 году удостоился всеобщего признания. Пел почти во всех лучших концертных залах мира, также выступал с концертами в Ереване. Азнавур написал более тысячи песен, снялся более чем в 60 фильмах. После спектакского землетрясения 1988 года был в зоне бедствия, далее неоднократно посещал Армению. В Париже создал фонд «Азнавур для Армении» для пострадавших от землетрясения, представительство которого открылось в Ереване. С 1995 года почетный посол по особым поручениям президента Республики Армении, постоянный делегат Армении при ЮНЕСКО. В 2009 году назначен чрезвычайным полномочным послом Республики Армении в Шейцарии. Удостоин звания национального героя Армении награжден орденами Грюкорлу Суварич Арцаха, бриллиантовым орденом Арарат, Культурного союза Текиан, двумя орденами почетного легиона Франции. В 2009 году был признан лучшим певцом 20 века. Шар Азнавур скончался 1 октября 2018 года, оставив миленькое музыкальное наследие. И в завершении новостей послушаем армянский шут шпар в исполнении Текзара Владимира Самбатяна. Текзара Владимир Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!